Так, это у нас собрался стол на марафонном маджонг-софте. 4 раунда, 16 сдач. Ну, здесь оно быстро проходит. Я думаю, вы уже видели несколько марафонов моих предыдущих. Я их по средам выкладываю. Где-нибудь за час уложимся. Я так рассчитываю. Значит, что я собираю? Очень интересный вопрос. У меня три пары. Они рам мне не нужны. У нас сейчас восточный раунд, и я на севере сижу. А вот что мне нужно действительно... Ну, давайте попробуем. Сейчас первая половина игры. Может быть, я немножечко публифую сейчас. Так, пятерка. А вот это интересный вариант. Это может быть, например, смешанный ряд. Я дождусь шестерку и четверку к бамбукам. В бамбуках у меня будет 1, 2, 3 символов. 4, 5, 6 бамбуков. 7, 8, 9 точек. И должен быть четвертый сет. Например, четвертый сет вот здесь будет. Сейчас на предпросящий. Ну, на такой вот, видите, блефовый предпросящий, скажем так. Блеф – это когда у меня нет надежных сетов. Ни на что. Ну, давайте так попробуем. Ни на что ничего нет. Так, если я беру семерку символов, последнюю. Так, двойка мне не нужна. Семерка, например, смотрите, да? Две семерки символов уже вышли. Допустим, я беру со стены восьмерку символов. Что получается? Последняя кость. Четыре уже очка, да? Без благородных панктерминальных. Шесть. Смешанное двойное. Семь. В край восемь. Да, я беру со сноса последнюю семерку, если я поднимаю, опять же, восьмерку символов со стены. У меня сейчас такая вот развилка, да? Или я жду 4, 6, или я жду 8. Игрок справа что-то тоже хочет интересное, типа четных пангов, например, да? Четные панги – это дорого, это 24 очка. Так что все по-взрослому. Так, вот так. Нет, тогда нет. Мне семерка зашла в последнюю со стены, она мне не годится ни на что. Тогда я жду 4, 6. Вот шестерка выходит уже вторая. Так, игрок на третьей шестерке. Что ж такое-то, а? У меня не срастается ничего. Третья шестерка. Так, все семерки вышли. Вот чё. О! А, ну всё, ладно, значит не моё. Ну вот, можно было, в принципе, сильно не метаться, но здесь просто штука в чём. Спортивный маджонг, он в основном такой агрессивный, в смысле атакующий. В смысле вы собираете руку, и больше, в общем-то, вам делать и нечего. Вы именно атакуете. Если вы уходите в защиту, то не всегда выгодно. И потом вы, опять же, можете, конечно, в защите, сидя, собрать руку, собрать что-нибудь такое там. Может быть, даже какие-нибудь чоу смешанные, смещённые. Может, там мизер на последней кости. Но в целом, вот, проще атаковать, а не защищаться. В речи, где есть уже система защиты такая, проработанная, так, где просто правилами оговорено много ситуаций для ухода в защиту, то вот там, конечно, проще. Там, в принципе, другие вещи. Ну, там просто другая игра, другое мышление, скажем так, в речи. А в спортивном, как и в любом китайском, в принципе, да, все китайские маджонги, они агрессивные. Так. Не нужна. Я 4-5-6 сейчас собираю, да, смешанное тройное чоу 4-5-6. И мне эта четверка просто мешает. Она мне не нужна. Я не знаю, где у меня будут глазки. Если у меня восьмерки, это четвертый сет, мне нужна еще пара. Так, а вот это интересный вариант. Ну, это если я беру только 2-3-4 и потом 3-4-5. Ну, вот интересный вариант. Кстати говоря, я могу взять девятку или шестерку и пробросить восьмерку. И у меня уже будет четвертый сет и пара. Да, чем удобен закрытый панк, вы при случае можете сделать с него глазки. Открытый панк уже так не работает. Ну, теперь варианты, да. Или я жду семерку или восьмерку точек. Или я жду чоу какое-нибудь. Конг восьмерок, опять же, мне не нужен. Кто бы мне еще пятерку символов дал, интересно, да? Это мне тоже не нужно. Так, игрок напротив. Смотрите-ка, что собирает. Сразу прокинул белого. Кстати, я не поговорил про игроков, да, наших? Так, сейчас игрок прокинул белого и прокинул в север. Похоже, там все типы. Ну, как максимум все типы. Здравствуйте, последняя семерка. Не нужна. Как минимум все панги. Ну, они так и так стоят, да, по шесть очков. Какой ветер ему может быть нужен юг? Может быть, нужен юг. Игрок справа что-то собирает. Значит, что у нас? Игрок слева от меня. Так, белый. Ага, созрела наконец. Вот, отлично. Игрок слева, как будто девушка из Сингапура, да? О, девушка-то из Сингапура, да. Игрок на... О! Ага, это я взял. Спасибо. Смешанная тройная все-таки вот сложилась, да? Четыре, пять, шесть. Игрок напротив. Товарищ из Франции. Сурлёфт. Сурлёфт. Игрок справа тоже из Франции, очевидно. По флажку судя, да? Но я не помню. Я не помню, кто это. Наверное, мальчик. Так, у меня четыре пары. Интересный момент. И у меня много нижних на самом деле. Может быть, мне выстроится, да? Нет, хотя пятёрки. Так. Если я беру четвёрку точек, у меня будет ещё... Давайте пока вот так снесу. Четыре пары. Не хочу пока панги собирать. Может быть... А, у меня же пять пар, что я говорю? Раз, два, три, четыре, пять пар у меня. Я как-то немножко недосчитал пары на руке. Ну, вот так давайте. Вообще, причём, онеров не зашло на руку. Видите, да? Ни одного онера. И я вот так вот... Ну, вот прокинул хорошую пару, к сожалению. Я же не думаю, что пятёрка зайдёт. А я рассчитываю на снос. Да, просто потому что со сноса вы побеждаете чаще. Четвёртую тройку ждать незачем. Даже можно выставить в этих флажках, да, что без чоу, без панков. Вот я беру... Спасибо. Я беру хорошие пары. Так, это мне не нужно. Если я не приветствовал игроков, давайте. Пока не поздно. Так, я скидываю лишние нера. Пока не поздно. Можно всем сказать привет. Ну, потому что где-нибудь там в западном раунде это уже будет поздновато. По-разному бывает. Это вот такой обычай в настольных играх. Кто-то приветствует, а не приветствует. Обычно, когда вживую играете, там все-всех приветствуют, да, удачи желают, да, гудлак. Как мы там на чемпионате мира играли в девятнадцатом году. Так что, в общем, такая вежливость, да. Так, у меня сейчас, собственно, собирается, да, смешанное тройное чоу. Я открыл одну чоу, один сет, да, и вот я уже беру манжонку очень быстро. На самом деле, вот если хорошие игроки собираются за столом, это все происходит очень быстро. И руки собираются быстро. Когда начинаются какие-то затягивания игры, вот там уже как-то... Странно получается, да. У игроков, у всех игроков, получается, плохие руки, и они их не могут никак развить. Все друг друга блокируют. А когда у вас хорошая рука с раздачей, в общем-то, прикинуть ее развитие, прикинуть, как она будет собираться, развиваться, в общем-то, несложно. Так, у меня все типы похожи сейчас, да. А, может, у меня внешняя рука. Подождите. Я не хочу сейчас выкидывать вот эту вот семерку. Может быть, внешняя рука получится еще. Внешняя рука. Панк зеленых. Это еще два очка. Четыре очка за внешнюю руку, два очка за драконов. Да, собственно, у меня формы собрались. Я могу даже пласток выкинуть. Кстати, говоря, у нас же южный раунд, мы пересели. Да, девушка из Сингапура, которая была слева. Была слева, сейчас справа от меня. А, соответственно, игрок из Франции. А, Сюр-Люа. Сюр-Люа, там, мне показалось, там F, там, и на самом деле. Ну, не знаю, кто это. Не знаю французского, не могу сказать с уверенностью. Мальчик, это девочка. Так, значит, что я беру? Я беру панк зеленых, но я не беру панк единичек. Панк зеленых без масти. Так, панк зеленых внешняя рука, это 6 очков без масти, 7. И тут еще сочетание у меня чоу. И дырка еще, так что, в общем, набираются очки, все в порядке. Бывает, что на внешней руке нужно внимательно очень все посчитать, прикинуть. И, возможно, вы берете только с селфом эту руку. А бывает, что вы... Ну, давайте вот так я выкину. Три двойки символов сброшены, да, уже никому это не нужно. Бывает, что вы спокойно берете эту руку со сноса. Ну, если мне заходит на закрытой руке, да, если бы на закрытой руке единичка заходила, я бы ждал, конечно, восьмерку спокойно, совершенно. И с парой зеленых, и панком единичек с внешней рукой. А сейчас я просто жду восьмерку. Так, второй восток, а третий восток, извините. Вот как будто над ним задумался. Странная была пауза, если честно. Ну, может, просто сервер как-то там пытается такие паузы делать. Якобы паузы. Так, точки как-то плохо выходят. Игрок слева бросает точки, и... Вот только единственная тройка сейчас вышла у игрока справа. Так. Смотрите, игрок напротив собирает, как будто симметричный. Хотя он выбросил единичку. Выбрасывает пятерку. Ну, спасибо. Вот, видите, да, все. Достаточно солидно, достаточно много очков получилось. Ну, нормально совершенно для внешней руки. В принципе, она, конечно, дешевая, но... Бывает, что вы берете хорошую внешнюю руку. Так, у меня уже 154 очка, кстати, и лидирует, так уверенно. Ну, еще, при этом, 7 пар было. Вот еще какие-то пары заходят. Слушайте, давайте-ка панги пособираю. Сейчас буду собирать панги. Пятерка, жалко, пятерку. Давайте-ка я вот так выброшу. Потому что пятерка прикрывает семерку, да, если я сбрасываю пятерку точек. А вот теперь можно. Да, потому что игрок слева, скорее всего, не объявит 5, 6, 7. Но, может быть, у нее есть последняя семерка. Ну, нет, она не взяла. Но я же не знал, где семерки, да? У меня две семерки сидят. А я не знаю, где остальные. Так, но... А, нет, все нормально. Если я сейчас беру восьмерку точек... А тройку я могу выкинуть, кстати. Тройка, видите, уже выходила. Если я беру восьмерку точек со стены... А не надо уже. Я к тому, что, если бы я оставался на ожидании 1, 8... Единичка бамбуков, 8 точек. Я бы убеждал и так, и так. Единичка бамбуков мне дает все панги без благородных панк терминальных. Ну, и еще, собственно, без масти, да, без символов. Восьмерка точек мне давала бы двойной панк. Да, все панги и двойной панк. Не было бы всех простых за счет того, что у меня пара единичек. Было бы еще без благородных. Но вот со всеми пангами нужно внимательно тоже быть. А давайте... Ай, не получилось. Ладно. Ну, может еще конг зайдет, кстати говоря. Единичка уже не зайдет. Может двойка, семерка, там я не знаю. Что угодно может зайти. Так, задумался игрок. Задумался, игрок справа. Ну, я могу ждать что угодно. Понимаете, у меня активная открытая рука. Я жду все, что угодно. Вот, к сожалению, пропустил этот восток. Который мне вообще никуда не был нужен. Ну, и кроме этого я пока что не прокидывал пар никаких. А на что я могу сместиться? Девятку. Да нет. Мне кажется, восьмерка вполне себе приличное такое ожидание. С другой стороны... С другой стороны... Что тут можно еще сделать? Четверку я пробрасываю. Ну, потому что вот одна четверка вышла справа. Одну я выбрасываю. Это уже третья. Так. Игрок слева, похоже, собирает точки. Девятка не нужна. Она уже третья тоже. То есть мне сейчас нужно или было девятку символов оставлять на руке. Да, или тогда уж дожидаться эту восьмерку. Вот где может быть восьмерка справа. Пятерка. Пятерку выбрасывал игрок справа. И игрок напротив ее выбрасывал. Так что нет, это не нужно. Ну, вот эта девятка мне зашла, вторая. Но я не знаю, где бы восьмерка была. Куда бы она пошла. Может, восьмерка бы сейчас направо пошла. Как так получается? Надо было оставлять вторую девятку, чтобы пришла третья. Восьмерка точек может быть и напротив, и справа. Но вряд ли слева. Ну, ладно. Вот я затянул, конечно, с этими пангами. Наконец-то. Наконец-то. Все панги, открытая рука. Вот, я дождался. Очень хорошо. Спасибо за хороший панг. За хорошую пару, точнее, да. Так, я сейчас собираю, возможно, все типы все-таки я собираю. Может быть, получится полумасть в символах, но я не уверен. Полумасть в символах. Ну, давайте попробуем. Ну, к пятерке в любом случае что-то придет хорошее или не придет. И тогда я ее выбрасываю, если у меня будут хорошие формы в символах. Сейчас просто мне хороших форм в символах особенно и не видно. Одно чоу сложилось. Ну, в общем-то и все. А, вот так. Ну, хорошо. Пусть это будет... Пусть это будет полумасть в символах в итоге. Или вот так, да. А, можно было, да, панги. У меня четыре пары сложилось. Но полумасть с пангами не часто складываются. Такая, конечно, неплохая штука, когда у вас и полумасть, и еще все панги при этом. Но это не очень часто. Игрок слева, похоже, собирает символы. Да-то интересно. Так, два юга вышли. Нет, похоже, там смешанный ряд. Возможно, смешанный ряд. Возможно, внешняя рука, кстати. Первый север вышел. Так, игроку слева не нужна четверка. Пятерки, шестерки. Шестерку, по крайней мере, я пробросил. Вот еще открылось тут. Может быть, он и не ждет уже эти точки. Так. В принципе, север мне особенно не нужен, если разобраться. Мне нужны глазки. Глазки, может быть, будут на семерках у меня. Нет, спасибо. Я не могу так делать. Мне зависнет единица. Я лучше дождусь сначала чего-то со стены полезного. Если я беру единицу, ту же со стены, да, у меня будет 1, 1, 2, 3, 3. Можно дожидаться двойку в серединку. Так, восьмерка не нужна никому. Интересно. Причем все игроки открылись, да, никто ничего такого не собирает нерегулярного. Вот мне заходит. Со стены. Так, но если я теперь беру чоу 6, 7, 8, например, я остаюсь на ожидании тройки, да. Так, интересно. Направо нет, нет. Так. Ну, давайте так. Тогда, да, я жду единичку-четверку, да, в две стороны. Панк дракончиков у меня есть. И смешанное двойное... Извините, два терминальных у меня будет. О, ну вот, я накинул на чистый ряд в итоге. Неудачно. Ну, ладно, со сноса он это взял, по крайней мере, не со стены. И из минуса не вышел, кстати. У меня сейчас 160 осталось, а у него минус 44. Так. Переплетение давайте прикинем. 2, 5, 8, 1, 4, 3. 6 костей в мастях максимум. 2 онира, 8, мало. Нет, давайте-ка лучше что-нибудь соберу. Такое регулярное. Или, может быть, получится переплетенный ряд просто. Сейчас я прокину все эти лишние онира. И попробую собрать... Что-то более такое, скажем так. Как это сказать? Более регулярное. Ну, например... Да. Давайте так я выкину. Хотя... Хотя... Ладно, давайте еще и так. 2, 3, 4. Могло быть 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5. Но я сейчас пятерку скорее жду на четвертый сет. Ну, наверное, да. Это была ошибка выбрасывать пятерку. Четверку в смысле. Да, вот пятерка заходит. А при том, что вышли уже почти все четверки и две шестерки, мне пятерка бамбуков не нужна. Восьмерка не нужна. Так, что-то у меня тут сейчас пока... Перестали руки складываться. Перестали как-то руки складываться, если честно. Ну, может, потом вернется. У меня, по крайней мере, есть задел хороший. Плюс 160. Будем пробовать искать. Так. Что еще можно сделать? Можно сделать смешанный ряд. 1, 2, 3 бамбуков, 4, 5, 6 символов, 7, 8, 9 точек. Значит, в любом случае, у меня сейчас глазки на восьмерках. Да, почему я этот панк-то и не брал. Мне он не нужен. Вот это я беру. И теперь я смотрю, слева игрок. Кто-то все типы собирает, да? Вот я набрасываю этого зеленого. Хорошо, повезло игроку. Неплохая рука. Ну, я потерял опять же очки. Ну, лучше, да. Лучше, что она взяла со сноса с меня, чем со стены. Так, переплетений здесь нет никакого. Переплетений нет. Это я сейчас выкидываю просто все лишние анира для начала. Так. Зеленый никому не нужен. Возможно, какие-то чоу соберутся. Может быть, даже чистые смещенные. 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9. Ну, открылась одна девятка, одна семерка. Как будто ничего страшного. Может быть, сложатся смешанные и смещенные, да? Как они часто складываются. Ну-ка, ну-ка, интересно. Цеплячья рука. Я-то, думаю, насчет смешанных смещенных, допустим, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 6, 7, 8. А у меня пары складываются, да? Ну, давайте пары попробуем. Так, пары. Пары. Четыре пары у меня сейчас. Четыре пары. Давайте-ка я вот так выкину. Может быть, все пары. Семь пар получится, в смысле. Тройка. Давайте-ка я восьмерку выкину. Игрок справа собирает верхний, похоже. Девятки ему не нужны. Но ему нужно что-то другое. Тогда... Тогда я держу верхний против него. Я держу верхний, сбрасываю нижний, да? Сбрасываю тройку, двойку. Шестерку держу. А зеленого я уже выбрасывал. Ну, ладно. Третий зеленый. Но он зашел. Видите, бывает такое, что заходит. Первый ты его сбрасываешь, потом второй, потом третий, как с девятками символов было тогда. Вот. Очень... Очень забавно вышло с девятками символов. Ну, я, по идее, сейчас все-таки пробую. Вот. Вот он, да? Пожалуйста. Давайте шестерку я скину. Потому что она выходила. Вот она, третья уже вышла. Может быть, получится, кстати говоря, семь пар все типы. Почему бы и нет? Вот опасно как-то скидывать семерку-восьмерку бамбуков. Я не знаю, где они, что они. Они еще не выходили. Шестерка точек тоже не выходила. Это все у меня рискованное. Ну, вот это шестерка. Вот я семерку сбрасываю. Повезло. Никто не взял. Вот мне удачно зашла шестая пара. Ну, сейчас еще дождаться седьмую надо. Последнюю. Вот, да, безопасная семерка. Игрок ее выкидывает, разумеется. Не факт, что она бы ее выкинула, если бы я выкинул восьмерку. Кому-то нужна эта единичка. А может быть, игрок справа собирает смешанный ряд. Безопасная. Нет, извините. Не беру. Так. Так. Игрок напротив. Наконец-то открылся, да? Ну, тогда не нужен запад, конечно, четвертый. Да кому он нужен? Так. Ну, видимо, там просто панги. О! Угу. Смешанные и смещенные здесь были. Ладно. Ну, я набросил. Кстати, набросило второе место. А вот это интеллект. Подождите-ка. Переплетение, да? Давайте переплетение. Да, давайте еще раз прикинем. Три, шесть, девять бамбуков. Один, четыре, семь символов. Или один, четыре, семь точек. Два, пять, восемь символов. Или один, четыре, семь символов. Два, пять, восемь точек. Что такое? Игрок напротив убежал? Не понял. Второй запад. Подождите, у нас началась вторая половина. Вот. Придущая сдача. Это у нас десятая сдача. Всего лишь из шестнадцати. Куда все пропали? Ничего не понимаю. Один отключился, второй отключился. Что за люди? Ну, по идее, вот на такие вещи, если игроки убегают из-за стола и не возвращаются, на них можно жаловаться. Нет, все-таки я выкидываю. Пока я не знаю, где у меня что будет. У меня, видите, равносильные масти, да, что называется? Равносильные масти. А, ну вот. Тогда все понятно. Тогда у меня будет два, пять, восемь точек. Один, четыре, семь символов. Так, четверка одна вышла. Я смотрю на свои кости. Четверка символов. Вот, пятерка заходит. Удачно, да? У меня сейчас предпросящая уже. Предпросящая рука. Вот это мне не нужно. Бот за него сел играть, за этого француза, сбежавшего. Неудачника. И боты играют агрессивно. Боты играют достаточно так. Как сказать, весело, да? Открытые руки собирают, как максимум. Ну, то есть берут все, до чего дотянуться могут. В принципе, что там нужно боту? Может быть, там смешанные и смещенные. Чеу, да? Может, там что-то еще. В общем, как-то бот совершенно не думает на тему того, что там у него не хватает очков. Там, ну, руку не планирует. То есть просто открывает. Дальше, если ему не хватает очков со сноса, он, естественно, не берет со сноса, да? Он берет, ждет только со стены руку. Ну, в общем, ничего такого серьезного. Жалко. Вот это уже плохо. Чужой селф, он сейчас приближается ко мне. Не очень удачно, если честно. Ну, давайте попробуем что-нибудь собрать. Ух ты! Быстрый бот. Так, семерка точек вышла. А что я могу здесь сделать тогда? Давайте так. Так, по идее можно 1, 2, 3 символов, 4, 5, 6 точек, 7, 8, 9 бамбуков. Смешанный ряд сделать. Но при этом мне нужна будет единичка и тройка. Вот интересный вариант, кстати. 4, 5, 6, 5, 6, 7, 6, 7, 8. Ну, давайте. Так. Вот тогда пятерку я выкидываю. Тогда мне нужно будет 6, 7, 8 в бамбуках. 4, 5, 6 в символах, 5, 6, 7 в точках. А, точки-то мне уже не зайдут. Что я говорю? Точки-то мне уже не все. Уже семерки точек все вышли. Нет. Это не мой Маджон, к сожалению. А единичка мне тоже не зайдет. Да что же это такое-то, а? Так. Да. Что-то я не досмотрел немножечко. Ошибся везде, где только можно. Нельзя разрываться. Многозадачность никакую нельзя устраивать. Что с последней тройкой я могу сделать? Последняя тройка символов. Последняя кость. Безблагородных. Или шестерка, да? А, может быть, последняя кость все простые мне получится сейчас. Давайте-ка вот так я сделаю. Последняя кость все простые. Это была шестерка. Раз, два, три. Не последняя шестерка, да? Последняя кость все простые. Смешан. Нет, не могу. Нет, очень жалко, но не получилось. Не годится. И это не годится. Ну. Чья это пятерка? Кто-то берет пятерку. А, так. Игрок напротив, кстати, бот собирает все простые. Так, мне сейчас главное никуда не накинуть ничего. Восьмерка бамбуков. Никому не нужна. Сейчас я прокину тогда восьмерки. О! А, ну все. Не я накинула, хорошо. Так, не я накинул. И... Ну, жалко, что не второе место накинула. Ну, в принципе. Ну, конечно, да. Это уже не та игра. С ботом это на самом деле... Ну, можно. Это лучше, чем игра на Маджонг Тайме с ботом. Да? Цумагири бот, который ничего не делает. Ерундой только занимается. Пробрасывает кости со стены. Ну, здесь как-то тоже не очень все. Так, что здесь можно устроить? Пять, шесть, семь, шесть, семь, восемь. Ну, давайте верхние попробую собрать. Если получится верхние, почему бы и нет, собственно. Тут еще так просто не соберешь эти верхние. Заходят тройки, двойки какие-нибудь там, пятерки. Да, вот двойки заходят. Сейчас игроку справа просто накидаю хороших нижних костей, а он их наберет. И выиграю с четырьмя нижними. Совершенно спокойно. Так, игрок выскочил. Совсем выскочил. Она тоже ушла из-за стола, что ли? Непонятно, подождите. Нет, вернулась, все хорошо. Это вот напротив у нас неудачник убежал. Ну, что ж, хорошо, что игрок слева никуда не убегает. Не берет двойку. Думает, но не берет. Так, что у меня еще полезного? Должна прийти какая-нибудь кость к восьмерке. Глазок у меня пока что не видно, но глазки могут быть, в принципе, 6-9. Что у нас тут такое? Выскочил. Ну, давайте. Не буду мучиться. Не буду выжидать ничего. Так, нет, не хочу. Подождите. Значит, 3 девятки я вижу. 3 девятки я вижу. Вопрос, что мне сейчас кидать? Если я получаю семерку точек, например, я могу скинуть шестерку и встать на верхней кости. А игрок справа ничего не берет с меня. Вот шестерка, кстати, выходит. Ну-ка. Опасная, нет? Не берет никто. Ну-ка, давайте так попробуем. Интересный вариант. Так, бот, похоже, собирает открытую руку все простые. Так. И тройку выкидывал игрок. Справа, но последняя тройка, может, куда-нибудь не пошла никуда. Хорошо. Интересно. Девятка. Мне не нужна девятка. И никому, кстати, не нужна девятка. Я скорее опасаюсь семерку сбрасывать. Игрок напротив ее подхватит, может быть. Игрок напротив сбрасывает шестерки. Значит, три шестерки точек вышли. А, четыре шестерки точек, извините. Все восьмерки точек вышли. То есть, семерки точек или у кого-то на панге сидят, на паре или на панге, или они, в принципе, бесполезны. Или они в стене, и кто-нибудь их сейчас сбросит. Ну вот, я пролетел с девяткой, к сожалению. Надо было семерку, наверное, выкидывать все-таки. Нет. Суфу. Слушайте, как я хорошо взял, а? 117 в плюс мне пошло. Очень удачно я оторвался. Я думал, у меня сейчас как-то рука не складывается. Рука сложилась. Так, север. Северный раунд. И у меня, может быть, сложится, кстати говоря, смотрите-ка, смешанные и смещенные, и панк ветра раунда. А может быть, панги сложатся. Ух ты. Какой агрессивный бот. Панги, панги. Нет, не было панги. Панги медленные. Так. Так, так, так. Нет, это мне не нужно. Я собираю сейчас 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5. Но при этом. 2, 3, 4, например, точек, да? Трэ. И 1, 2, а. А давайте вот так я сделаю. Попробую, может быть, собрать смешанное тройное. А, вот так заходит. Ну, ладно, тогда пробуем так. Тогда, в общем-то, все должно быть просто. Сейчас мне главное получить панк северных ветров. Панк северных ветров. Нет, не нужно. Она безопаснее, чем четверка, да? У меня вариант или выбрасывать единички или выбрасывать четверки. Тройка бамбуков выходила два раза справа. И где-то еще эти тройки сидят. Может быть, кстати, слева они сидят. Тройки бамбуков. Игрок слева собирает какие-нибудь там нижние. И там тройки-то эти и застряли. Ну, будем надеяться, что я все-таки возьму. Давайте так. Так, если бы у меня не была готовая рука, да? Конечно, с ботом уже быстрее получается. Так, хорошо, я взял. Плюс 253 уже у меня. С ботом не так хорошо можно комментировать это все, видите? То есть, игру чисто с ботами можно комментировать. Можно запустить просто вот MCR. Сейчас я вам покажу. Вот смотрите, есть просто игра MCR без марафона. Там как раз можно зайти, включить, значит, нажать кнопочку «Согласно играть с тремя ботами». И поиграть с ботами уже не на скорость. Не вот с этим лимитом 10 секунд, а просто. Вы сидите сколько хотите, думаете. Да, боты думают очень быстро. Они там уже подумали, вам хоть передали, соответственно. Извините. Вот. А вы сидите сколько угодно думаете. У вас нет никакого ограничения. Какие-то пары, да, у меня? Никакого ограничения по времени нет. Вы спокойно совершенно ни от кого там не зависите. Ни от каких ботов. Так. Я думал, насчет цеплячьей руки. Тогда нужно от девяток избавляться. Нет, не хочется от девяток избавляться. Подождите. Может быть, я пары соберу, кстати. Давайте-ка я пары соберу. Так. Пары. Ну вот, смотрите, уже пять пар собралось. Кстати. Скоро, может, и шестая придет. Шестерка символов. Может быть, мне не очень нужна. Она выходила. Шестерка точек мне точно не нужна. Вот в чем дело. Шестерку точек я выбрасываю. Я смотрю, опять же, на игрока справа. Кстати говоря, пересаживались уже. Северный раунд. Вторая сдача северного раунда. Зеленый не нужен. Соответственно, на игрок. Так. Юг третий. Игрок на третьем месте справа. Игрок на втором месте слева. Единичку выбрасывают. А пятерка безопасна против игрока справа. Потому что... Нет, это я не беру. Что тут такое у меня? Так. Семерка, девятка. Давайте-ка я вот так выброшу. Вот так выброшу. Так, вот. Интересный момент. Ну, давайте попробуем. Единичка одна выходила. Тройку я выбрасывал, к сожалению. Но игрок справа тоже я выбрасывал. Зачем ей тройка? Может, сейчас... Вот, поймал единичку. Видите, как хорошо семь пар собрал. Вот, что это? Интуиция, да, сработала у меня? Собирать семь пар с четырех пар. Или что это у меня? Так, вот здесь интересный момент. Что здесь можно сделать? Один, два, три бамбуков. Так. А можно ли сделать здесь переплетение? Один, четыре, семь точек, допустим. Два, пять, восемь символов. Два, три, шесть, девять бамбуков. И два, пять, восемь символов. Интересно. Давайте попробуем. Такое, да? Экспериментальное настроение. Сейчас будем пробовать собирать переплетенный ряд. Достаточно интересно. Получается. Ну, пятерка. Значит, двойка мне точно не нужна. Что у меня еще есть к этому переплетению, да? У меня есть глазки. Нет, я их не порчу. У меня есть заделанный четвертый сет. Три, четыре. Вот это вот, да? Я могу брать два, три, четыре или три, четыре, пять. Шестерка мне не нужна. И пятерка бамбуков тоже не нужна. Так, игрок справа собирает. Наверное, все типы это у нее. Так, у меня все точки собраны. Нет, это я не беру. Мне нужна сюда двойка. А, вот так даже, да? Ну, все типы, да? Ничего такого дорогого. Так, сейчас она на втором месте, потому что игрок слева тогда накинул мне на семь пар. А она не накинула, она взяла сейчас с меня. Ну, у меня все равно остается еще 282 очка, да? Или сколько, я не вижу. Попробую все типы напоследок собрать. 282 у меня, да, все правильно. 282 очка. Ну, в общем-то, да, очевидные планы все типы. Так, только я не знаю, где у меня глазки будут. Возможно, я беру 7, 8, 9. Может быть, глазки у меня как раз на западах останутся. Ну, давайте, я не хочу ждать тройку. Ладно, давайте так. Тогда глазки будут на двойку. Ой, как неудачно. Так. Нет, девятка мне тоже не нужна. Ну, восьмерка не нужна, потому что, очевидно, она на панге. А, вот так могло быть. Ладно, давайте я выкину восьмерку. Может быть, тройка бамбуков зайдет, да? Последняя. Интересно, кстати. Может, панг восьмерок зайдет. А если панг восьмерок заходит, тогда это у меня будут все панги. В принципе, можно и так. Ну-ка. Пятерка. Так, шестерок я не вижу на столе. Ну, одну вижу, шестерку, и все. То есть, вставать на последнюю шестерку смысла большого нет. Двойки выходят. Вот я тройку-то дочек дождался, да? Вопрос еще, была бы эта тройка доступна. Или, ай, тройка символов. Ну, не знаю. Тройка символов может направо пойти. Не хочу накидывать. Так, у кого-то сидит последняя тройка бамбуков. Четверки выкинуты, три штуки. Ну, давайте рискнем. Не берет никто. Так, тройка бамбуков. Где-то последняя еще сидит, значит. А, вот так, да? Что у нас с единичками? Одна выходила. О, как повезло игроку все типы. Ну, это не очень дорогой маджонг. Соответственно, у меня осталось 263 очка. Она только-только вышла в плюс. Вот, можно посмотреть, где эта сессия. Вот она. Ну, и давайте прикинем, да? Что тут получается. Я собрал раз, два, три, четыре, опять пять штук подряд. У меня как-то в последнее время получаются подряд такие серии. Хотя это редкость на самом деле. Пять маджонгов подряд взять без ничьих, там, без каких-то перебоев. Это достаточно непросто. Пять, шестой. Вот селф у меня был хороший на тогда, помните, да? Три верхних, все верхние. Вот еще был дешевенький. Вот семь пар мои были. То есть, я собрал восемь рук в итоге. Восемь из шестнадцати, половина, да? В общем, ничего удивительного, что я оказался на первом месте. На втором месте игрок собрал раз, два, три, четыре, пять. Пять рук. В принципе, неплохо, но не восемь, понятно. Вот, значит, игрок здесь собрал еще меньше, да? Получается раз, два, три. И бот, ну, собственно, игрок, который сбежал из-за стола, из-за которого играл бот, он ничего не собрал. Он там накидывал немножко что-то, терял по селфам, по чужим, пассивные потери какие-то, минус восемь очков. Ну, вот. Вот такой неудачник этот вот француз, да? Сюр. Можно на него пожаловаться, в принципе, если хочется, да? Жаловаться, жаловаться, жаловаться. Сейчас скажу. Кстати, где можно жаловаться? Справка, да? Политика сайта, гидпост. Это в контактах, например, да? Можно вот сейчас зайти в контакты. Все замечания и предложения по работе сайта можно выбрать по адресу. Ну, сообщение об ошибке – это не ошибка, если игрок убегает от стола. Ну, в принципе, при желании можно вот пожаловаться на таких вот бегунков, на саппорт, можем к софтку. Да, если мы сейчас посмотрим на список игроков. Этого француза уже здесь нет. Он убежал. Ну, можно сказать, что он вот сбежал из марафона. И убегание из марафона – это достаточно такое серьезное нарушение. Так что, видеть таких игроков, вы совершенно в своем праве рассказывать, как они себя плохо берут, как они убегают из-за стола. Называть конкретный, да? Конкретную сессию, конкретного игрока, что он сбежал. И там мы видели. Вот еще раз. Давайте посмотрим. Смотрите. Автоходы. Вот. 16.25. Последние 7 сдач. Вот 142 автохода. За него ходил бот. Вот. Вот. Да, вот к этому можете апеллировать. Эти цифры можете показывать. Давать просто ссылку на сессию и все. Так что надо, я считаю, бороться с такими вот бегунками. Всем спасибо.